Хотел бы более детально обговорить тему предстоящих выборов Верховный Совет. Я думаю, они должны быть, и это становится несомненным по мере того, как полностью мы видим, развенчивается деятельность этого ни к чему не способного правительства, чужинца Гройсмана и тех людей, которых туда набрали. Ясно, что выборы будут, то есть мы видим, формируется постепенный союз оппозиции в Верховном Совете и полевой оппозиции, и политических партий, полевых и общественных движений. Ясно, что ситуация ухудшается и терпеть вот эту банду правящих, олигархата, уже нет сил. Понятно, что и не сможет Порошенко обеспечить поддержку Америка, и Пайфер тут уже доживает свои последние дни, потому что правление Обамы добегая кинься. И, конечно же, падает рейтинг так называемых лидеров Германии и Франции. У Меркель идет колоссальное падение рейтинга, она теряет прямо процентами каждую неделю. Такая же ситуация у французов, правящих сегодня Оланд и его партией. И таким образом, как бы, вот эта поддержка, на которой поднялась режим Порошенко, Яценюка, Гройс, Ванатурчинова, она, по сути, заканчивается. И будет колоссальное форматирование всего геополитического пространства и в мире, и вокруг Украины, и в целом на Евразийском континенте. Вот к этому надо готовиться. Как это видит наша Украинская национальная консервативная партия? Я уже говорил о том, что должен быть, конечно же, новый закон. То есть партия выдвигает кандидатов в депутаты Верховного Совета по всем округам, если она хочет в Верховный Совет. То есть речь идет о том, что надо все-таки найти 450 человек. При явке, скажем, где-то 40-45 процентов, можно говорить о том, что на выборы придет порядка 12-13 миллионов человек. Если барьер 3 процента, чтобы партия прошла, она должна в целом по стране, на всех по совокупности округов и кандидатов, которые там будут выставлены, набрать порядка 360-400 тысяч голосов за нее должны проголосовать. То есть в среднем это должно быть по тысяче и более голосов на каждом округе за кандидата, если 450 кандидатов выставляем. Конечно, это такая достаточно сложная задача, но она фактически, ее можно реализовать и выполнить. Где-то, если говорить о бюджете, то можно говорить о том, что минимум бюджет должен при таком положении, но это если не покупаются голоса, а именно работа. Политическая партия осуществляет организационно-идеологическую, методическую, кадровую работу. Надо говорить о бюджете где-то порядка в районе 1 миллиона долларов. Плюс-минус, там, конечно, лучше больше, хуже, если меньше. Вот. Как мы видим у нас пример, как у НКП может это делать? Конечно, мы небольшая партия, мы антиолигархическая правая партия, выступающая за развитие украинской нации, украинского народа, украинской державы, за развитие частного, мелкого и среднего предпринимательства, среднего класса, национальной буржуизии и громад. Мы думаем, что для нас это, если как бы события будут идти так, как я говорю, то надо думать о июне месяце 2016 года, попробовать провести определенные смотрины. То есть объявить о том, что люди, которые хотели бы, ну, считая, что они ментально принадлежат к правой национал-консервативной модели, концепции, идеологии, что они хотели бы принять участие в этих выборах Верховный Совет, они имеют определенные ресурсы для того, чтобы самим брать в этом участие и не ходить клянчить у кого-то деньги, и они разделяют базовые ценности национал-консерваторов и ту доктрину, которая мной, как лидером национал-консерваторов Украины создана, мы могли бы начать попробовать провести свои определенные такие начальные встречи в июне 2016 года. Как мы это будем делать, если мы начнем в самом деле, увидим эту поддержку, осуществлять, я думаю, мы будем выставлять информацию на наших сайтах, на Фейсбуке, я думаю, запишем несколько роликов, если мы увидим, что это получило поддержку и может данное движение стать массовым и публичным. Главный, как на сегодняшний день, гарант Конституции, президент страны, он в 2016 год входит со своим бизнесом, всеми, какими только возможно, и эти бизнесы у него укрепляются, расцветают, усиливаются. Более того, появилось много информации, что деньги, которые сегодня получают от его бизнес-структуры, активно начали выводиться, конвертироваться и выводиться в разные офшоры. Вот, ну, как говорится, его враги раскрывают эти схемы, может, правда, может, неправда, но, как говорится, факты есть. И мы не получаем пока от того же Порошенко адекватного ответа по поводу этой информации, например, что работают так называемые схемы по выводу зарабатываемых тут денег через кондитерские фабрики и другие его структуры, которые входят в его корпорации на такие офшоры, как Панама, как Белиз, как Вирджинские острова и так далее. И речь идет о миллиардах, причем по Форбсу, ну, к сожалению, надо констатировать, ну, для нас, к сожалению, народа Украины, а к радости Порошенко, его семьи, его жены, его детей, мы видели, как они радостно делали, так сказать, презентации своих приветствий на Новый год и Рождество, какие они были довольны, какие они были, как говорится, благоухающие, откормленные, имели личики. Вот, причем уже такое впечатление, что скоро уже вообще не будут даже в камеры телевизионные помещаться. И мы видим, что у них все хорошо, то есть у народа Украины плохо, а у Порошенко, его семьи, его домочадцев, оно, как говорится, благосостояние растет не по дням, даже не по часам, а по минутам. И у него становится все больше и больше миллиардов. И главное, что он их даже в гривне не хочет держать, а хочет их держать в свободно конвертируемой валюте. Это очень показательно, потому что можно сделать вывод, во-первых, он понимает, что гривня это не стабильная валюта, он ей не доверяет, вместе со своей дорогой Валерией, которую он поставил, смотрящей над Национальным банком Украины, которая гробит гривню каждый день. Я думаю, что поскольку денег от МВФ не будет, как бы там этот чикагский бухгалтер Ярецко не изощрялась, скорее всего, транш от Международного валютного фонда не придет. И естественно, что гривня должна будет снова куда-то упасть, на еще более нижние этажи пропасти. Так что, народ, вы должны к этому готовиться. Ясно, что сегодня, поскольку он укрепляет свой бизнес, появились даже, ну, то есть Липецкая фабрика действует. Как она действует, мы не знаем. Там рядом, кстати, Тамбов. Вот есть связь у Порошенко с Тамбовской группировкой, как у Путина, или нет с Тамбовской группировкой связи. И вообще там, что там упаковывают в Липецке эти коробки, шоколад или наркотики, вообще странно и непонятно. И никто что-то про это не хочет нам рассказывать. Так вот, даже вдруг в сети сейчас появился, может фейк, а может на самом деле, что Порошенко вместе с шоколадом Аленка, который он, бренд, который он развозит по разным странам, когда выступает, показывает, какие он шоколадки делает, то вдруг появился вроде и новый бренд, на котором шоколадный батончик с портретом Путина. Ну, можно сказать, это неправда, это все враги придумали. Ну, а с другой стороны, дыма же без огня не бывает. Может быть, Порошенко, ты бы фабрику продал, Липецкую, уже за сколько продал бы, за столько продаю. Ну, возьми ее, сделай открытой акционерной и размести акции там на Варшавской бирже, например, на такой листинг сделай. И потом преврати ее в публичное общество открытое, пусть не будет там контрольного пакета акций. И выставишь потом на другой бирже какой-нибудь, даже той же типа Великобритании или на Юго-Восточной Азии, площадках, и их уже, и никаких проблем тогда у тебя с этим Липецком не будет. А раз ты не можешь с этим расстаться, так же, как своим придворным пятым каналом и так далее, значит, ты врешь все время, значит, ты нас, граждан Украины, десятки миллионов обманываешь, значит, ты нас эксплуатируешь, а сам наживаешься на наших бедах, слезах, жертвах и так далее. И я думаю, что вот это сегодня, вот именно активы Порошенко должны стоять в центре внимания, что не может быть президентом человек, который параллельно ведет свой бизнес частный и имеет свои активы. Или через подставных лиц, или через своего сына, через своих каких-то друзей и так далее, и так далее. То есть президент должен быть или президентом страны и служить народу, и в рамках стратегического управления он должен только как бы опикываться только деревом Украины стратегических целей, или нам не нужен такой президент. И тогда в Верховном Совете депутаты должны просто совершить процедуру импичмента и отправить его в отставку, если он сам не желает этого сделать. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Потому что в конце концов это мародерство со стороны его бизнес-структур, его Каноненко, Третьякова, Ложкина и всех остальных, их надо прекратить. Если мы не можем этого прекратить, значит мы слабые, значит мы не нация, значит мы не имеем элиту. И это очень национально, и это очень плохо. Значит мы пока не стали независимым, суверенным европейским государством и продолжаем быть под мандатной московской территорией. Хотя все же должны по опыту предыдущего знать, что ничего хорошего в этой кланово-олигархической державе никогда не бывает. Бывает только хуже и еще хуже. Так вот давайте посмотрим все-таки на ситуацию следующим образом. Чего нам ждать в ближайшее время на финансово-экономическом горизонте? Итак, первое. Остановились ли темпы падения валового внутреннего продукта? Не остановились. Если мы с вами возьмем 9 месяцев 2015 года, то мы должны с вами сказать следующее, что ВВП Украины упал минимум на, я думаю, на 35% в годовом исчислении. Если мы будем брать с вами рост государственного долга, то есть официальная статистика, долг в сентябре превысил 70 миллиардов долларов. Что для нас это означает, государственный долг? Это означает, что он по сути сравнялся с объемом годового ВВП, который ожидается в 2015 году. Третий показатель. Увеличивается ли экспорт? То есть как ведет себя внешне торговый наш баланс? К сожалению, его состояние ухудшается и экспорт Украины падает. Что означает падение экспорта? Это означает, что поступление валютных доходов, валютных ресурсов в страну уменьшается. Далее. Сегодня теневая экономика превысила 70% всей экономики Украины. Следующий показатель. Сокращается ли безработица? Нет, не сокращается. Она увеличивается. Идет мощнейший отток людей за границу. Растет ли количество туристов и других людей, которые и астарбайтеров, и количество валюты, которая завозится в страну? Нет, не растет. И по всем остальным показателям, к сожалению, ситуация будет подобная. К тому же надо все-таки говорить о том, что по сути разрушена банковская система в Украине. Вы знаете, что 60 банков Гонтарева и ее бригада уничтожили в Украине. В том числе такие банки, как Дельта Банк, как финансы и кредит и так далее, и так далее. Естественно, что эти банки перестали быть платежеспособными. Люди, сотни, миллионы людей, которые держали там свои деньги, их потеряли. И, конечно же, девальвация гривни в три раза привела к тому, что сейчас инфляция в 2015 году потребительская, я уже неоднократно об этом говорил, находится где-то на уровне 100% в годовом исчислении. Падают продажи, падает розничная и оптовая торговля. Это очень серьезные показатели, говорящие, что потребление в стране снижается. И надо ожидать ухудшения еще ситуации в связи с тем, что заканчивается сельскохозяйственный сезон, будет собран урожай. В результате наиболее конкурентно способная наша отрасль это сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции. Они свои темпы развития сейчас существенно замедлят. Страна живет только за счет поступления наибольшей сегодня от экспорта зерна и других сельскохозяйственных культур. Но, конечно же, этих доходов абсолютно недостаточно для того, чтобы поддерживать валютные запасы страны. Валютные запасы, золотовалютные запасы страны, как известно, на конец сентября Нацбанк сказал, что это 13 миллиардов долларов. Но мы с вами знаем, что фактически это деньги Международного валютного фонда, это деньги, полученные через гарантии кредитные от США, это 3 миллиарда долларов, которые необходимо, как евробонды суверенные, в декабре вернуть России. И таким образом мы можем... И плюс эти деньги вообще не находятся даже в национальных... Это не национальные золотовалютные резервы, это так называемые международные золотовалютные резервы. Они даже тут и не дислоцируются, эти резервы. Они находятся за рубежами страны. Таким образом, мы должны говорить, что официально страна находится в состоянии технического дефолта, который наступил 23 сентября 2015 года. И необходимо в этот дне было погасить на 500 миллионов долларов евробонды, выпущенные ранее. Каким-то образом сегодня правительству удается эту ситуацию как бы педалировать, благодаря позиции Международного валютного фонда и то, что США поддерживает политический режим Порошенко. И как заявил Путин, потому что Обама и его окружение вложили 5 миллиардов долларов в данный режим и установление власти Порошенко и других людей грузинской бригады и таких людей, как Ярейско и Абрамовичев. Но понятно, что долго ситуация стабильной быть не может, потому что в октябре надо будет снова выкупить евробондов на 600 миллионов долларов, плюс надо обслуживать выпущенные ранее займы и внутренние, и внешние. Ну и самая критическая ситуация наступит в декабре, когда в начале декабря надо выкупить на 3 миллиарда суверенных евробондов, которые в свое время Россия продала Украине во время правления Януковича Азарова. И вот здесь эта ситуация абсолютно критическая, и денег на сегодняшний день нет. И, как говорится, под Порошенко, Яценюком, Турчиновым и Ярейско, и другими представителями данной группы режима начинает гореть земля. Украинцы пока это не чувствуют, как говорится, как в той басне Крылова. Хотя зима катит в глаза, но продолжает эти стрекоза, в Украине эти стрекозы танцевать. По сути, население ведет себя как биомасса, никто не хочет задумываться. Я уже неоднократно говорил, что есть такие обезьяны под названием... Есть и мартышки, есть и гамадрилы, есть разные короче. Но вот поведение обезьян, оно как раз очень в данном случае характерно для вот этой украинской биомассы. Почему-то всегда население, которое проживает на этой территории, оно ведет себя не как осознанное, развитое гражданское общество, которое защищает свои интересы, а просто как какая-то полевая биосубстанция. Это было в 30-х годах, я неоднократно говорил, когда был так называемый геноцид в форме голодомора, когда люди ели своих членов семей и детей и так далее. Это легко можно посмотреть и проверить. И тогда, во времена Джугашвили Сталина, этого бандита и Кагановича, правление коммунической партии, и, собственно, это была Российская империя в форме советско-коммунистической, тогда было убито, уничтожено, в том числе съедено 10 миллионов граждан Украины. Потом это повторялось неоднократно, и уничтожение украинцев во время Второй мировой войны, когда две империи, нацистская, германская и российская, коммунистическая, большевистская, устроили побоище на нашей территории и убили еще миллионы людей. Такая же ситуация продолжалась после войны Второй мировой, это 47-й, 46-й год была организована голодовка до начала 50-х годов. Такая ситуация была и в начале 20-го века, и в период после гибели Богдана Хмельницкого и уничтожения тогда Украинской республики. Была в 1666 году началась руина, которая практически уничтожила финансо-экономически процветающую на тот период Украину. Так в Украине как бы всегда происходит по спирали. И вот сейчас мы тоже подходим к новому, к новой точке бифуркации, вот данной исторической спирали, когда опять может повториться состояние такой руины. Но может и не повториться, если все-таки сознательная часть украинского общества, националисты, патриоты, они сомкнутся в единую платформу, в единую силу и нанесут удар по миллиардерам, клептоманам. И в середине страны, я считаю, главный враг сегодня в середине страны, это миллиардеры. Они подлежат стерилизации, атомизации. И, конечно, тогда, уничтожив класс миллиардеров, олигархов в середине страны, вот этих трупоедов во главе с Порошенко-бандой, мы сможем дать достойный наш эффективный очень ответ именно Путину, как руководителю вражеской для нас Российской империи и ее остаткам в виде Российской Федерации, которая в конце концов должна все-таки распасться на национальные государства финно-угорско-тюркского этноса, кавказского этноса, которые являются на сегодняшний день в геополитическом плане и геоэкономическом недоразвитыми. И они должны выполнить то задание, которое выполнили все колонии в свое время, в 60-х, 50-х, 60-х годах 20-го столетия и на африканском континенте, и на азиатском. Сегодня наступает очередь, чтобы стали независимыми эти государства финно-угорско-тюркско-кавказские, которые являются колониями в рамках государства корпорации «Химеры» во главе с кагибистской системой кремлевского мутанта Путина. И именно распад этой «Химеры» сегодня является стратегическим генеральным заданием для украинской нации. И вот если мы окажемся в состоянии выполнить это задание, мы можем говорить, что тогда и финансово-экономически Украина будет процветающей, и политически мы станем геополитическим лидером на центральноевропейском пространстве. Можно ли это сделать? Да, можно. Модель мною народного капитализма разработана. Я еще раз заявляю, что можно сегодня поправить финансово-экономическую ситуацию. Для этого надо устранить гонтеры от главы Нацбанка. Для этого надо стабилизировать курс гривни. Для этого надо провести модель так называемой валютной, создать валютную открытую модель. И для этого, естественно, надо прекратить, чтобы Нацбанк, как это он опять сделал за сентябрь, прекратил покупать внутренние долговые обязательства этого никчемного правительства Юценюка. Он опять их купил, этих ОВДП за сентябрь, на 5 миллиардов гривен. Для этого надо, чтобы не было дефицита госбюджета. То есть надо выполнить очень точно определенные технологические задания. Но для того, чтобы их выполнить, должно быть очень мощное патриотическое правительство национального возрождения, национального освобождения и его можно создать, руководствуясь пятой статьей Конституции Украины, что народ есть источником власти и только он должен править этой страной.